Здравствуйте, товарищи! Начинаем наше семинарское занятие «История и теория советов». Это занятие у нас не предваряет специальная лекция. Как правило, как уже состоявшиеся у нас традиции, проводится самоподготовка служителей к этому занятию. Но это не значит, что наши слушатели лишены каких-либо материалов для подготовки к этому занятию. Действительно, лекции, которая была бы посвящена исключительно советам, у нас нет в курсе. Хотя эта тема неоднократно всплывала и продолжает всплывать в других лекциях наших преподавателей. Кроме того, неоднократно в выступлениях и на Ленинской конференции это звучало. Эта тема также звучит в выступлениях Михаила Васильевича Попова. И хотел обратить ваше внимание, что в этом году вышло второе издание фундаментального труда специалистов Фонда Рабочей Академии профессора Михаила Васильевича Попова и профессора Александра Сергеевича Казенова «Советы как форма власти». Первое издание было выпущено конференцией, которая состоялась несколько лет назад в поселке Ульяновка, была посвящена советам. Конференция прошла успешно, материалы этой конференции также были опубликованы в газете, был опубликован сборник этой конференции. После этой конференции произошли известные события, поджог дома-музея Ульяновых и Елизаровых. И с тех пор Фонд Рабочей Академии, Рабочая партия России занимается восстановлением этого дома-музея. Сейчас восстановили до такой степени, что в этом здании мы проводим конференции Красного университета. И в прошлом году состоялась уже вторая конференция Красного университета. Планируется в следующем году проведение… А, прошу прощения, да, уже в этом году проведение очередной конференции. Тема конференции «Иосиф Виссарионович Сталин. Вождь строительства социализма». Анонс этой конференции будет размещен на сайте Фонда Рабочей Академии, сайте Рабочей партии России. Там есть контактные адреса, телефоны. Пожалуйста, особо обращаюсь к слушателям 2-го отделения Красного университета, так как формой зачета 2-го отделения Красного университета является написание самостоятельной работы. Вот у вас есть возможность написать доклад или, по крайней мере, тезисы доклада на эту конференцию, прислать в адрес оргкомитета. Будет возможность выступить служителям 2-го отделения на этой конференции. Ну, а лучшие тезисы после рассмотрения оргкомитетом будут опубликованы. Так что всех приглашаю принять участие в этой конференции. Конференция состоится в конце августа. Точная дата будет опубликована на сайте. Скорее всего, это будет 24 августа 2019 года. Итак, возвращаемся к нашей конференции. Вот мне передали опубликованные материалы прошлогодней конференции, посвященной 200-летию со дня рождения Карла Маркса. Вот в таком виде все это опубликовано. Здесь и преподаватели, и слушатели Красного университета, ну и наши товарищи, которые прислали тезисы и выступили с докладами. Также материалы этой конференции можно посмотреть в интернете, на сайте Ленинградского телевидения. Итак, возвращаемся к нашей теме, к теме советов. Эта тема, с одной стороны, имеет исторический аспект, с другой стороны, она имеет аспект прикладной, аспект, непосредственно имеющий отношение не только к теории, но и к практике политической борьбы. Как вы знаете, советы не были выдуманы кем-то, так сказать, ученой головой, не были изобретены кем-то. Это было порождение творчества, живого творчества рабочих, результат забастовочной борьбы. Теория советов разрабатывалась Владимиром Владимировичом Лениным. В последующем в основном уделялось внимание изучению исторических аспектов, составу советов, их деятельности. И вот осмысление советов, осмысление их роли, осмысление их значения как организационной формы, диктатуры пролетариата, к сожалению, полного не было, что привело в конечном итоге к уменьшению роли советов, к изменению в начале формы, а потом и содержания. И в итоге привело к разрушению советской власти. Поэтому сейчас мы не случайно рассматриваем тему советов, так как она актуальна. Если мы ведем речь о коренном изменении в жизни общества, о переходе на новую ступень, к новой форме общественной жизни, то здесь мы не можем обойтись без советов, без рассмотрения как сущности этого явления, так и формы, потому что и то, и другое имеет большое значение. Вопросы к семинару были вывешены, как всегда, в системе дистанционного обучения. Все, кто ответил по системе СДО в течение некоторого времени, но, к сожалению, это занимает довольно длительное время, получат комментарии к своим ответам и, соответственно, получат оценку. Ну а сегодня я хотел бы услышать ответы присутствующих, те, кто обучается очно, так как тема актуальная, тема важная, и вы же занимаетесь достаточно давно, хотелось бы услышать, как вы справились с этой проблематикой. Кто, пожалуйста, кто первый? Вариант? В любом порядке, пожалуйста. Вы готовы? Да. Пожалуйста, представляйтесь, рассказывайте. Купейка Антон Сергеевич, слушатель первого отделения, Красный университет. Так, вариант первый. Советы как организационная форма диктатуры пролетариата. Ну, советы это, советы формируются от производства коллективов, а как форма диктатуры пролетариата, диктатура пролетариата у Ленина в Великом Почине, значит, написано, что это такое латинское, научное, историко-философское выражение означает вот что, что только определенный класс, а именно городские, фабрики, производские, промышленные, рабочие, способные руководить борьбой всей массой трудящихся до полного постоянного коммунизма. Соответственно, это органы, избираемые от производства коллективов, от производств, от заводов, по заводам и фабрикам, которые обеспечивают диктатуру пролетариата. И обеспечивают самое главное демократическое такое свойство, истинной демократии, так сказать, что есть возможность прямого отзыва делегата. Есть возможность прямого отзыва. То есть тот коллектив, который делегировал, значит, своего депутата, с любых позиций может его обратно и отозвать. Так, потом второй. Отличие... Ну, давайте вот пока остановимся на первом вопросе, да? Ну, а как вы понимаете, все-таки диктатуру сами можете характеризовать диктатуру пролетариата? Что вообще представляет из себя диктатура? Власть не ограничена никакими законами. Не диктатура. А диктатура пролетариата? Это диктатура рабочего класса. Ну, соответственно, власть не ограничена никакими законами, а диктатуру пролетариата? Ну, советы формируются, как мы знаем, еще при капитализме, да? Так. То есть как вот вы видите, осуществляет свою диктатуру пролетариат до победы пролетарской революции? Так, как осуществляет свою диктатуру, да? Вообще диктатура – это что? Это навязывание своей воли, правильно? Да, правильно. Здесь вот очень важный момент, если мы вспомним, как формировались советы, что должно произойти для того, чтобы рабочий класс мог навязать свою волю буржуазии? Да, первые советы были созданы в 1905 году на фоне статичной борьбы. И, значит, главное здесь, что советы появляют как представительные органы от забастовочных комитетов на фоне, значит, статичной борьбы, то есть борьбы рабочего класса за свои экономические интересы. Вот. Вот это основное, так скажем, такая основная волна, из которой они и вытекают, можно так сказать, в совет. Они не появляются как какая-то бессодержательная форма, а вот на фоне... Сейчас можно сказать, что они появляются, значит, при определенном уровне сознательности, когда рабочий класс борется за свои экономические интересы. Каким путем? Вот сейчас по форме, и это борьба за коллективные договора у себя на предприятиях. Вот таким образом происходит, значит, так скажем, рабочий класс осознает себя таким образом. Значит, осознает себя, научается формулировать свои цели, значит, и организовываться, соответственно. Из этого, как бы, получается, уже вот советская власть. Вот так вот, с такого основания. Хорошо, спасибо. Пожалуйста, кто-то хочет дополнить еще по этому вопросу? Да, пожалуйста. Товарищ уже основной тазицы... Представляйте, пожалуйста. Мордынов Евгений, товарищ основной тазисы, указал, откуда у нас появляется деятельность вот этих всех рабочих. Но, так сказать, от профсоюза на предприятия образуется комитет, а потом уже комитеты из комитетов от предприятий на уровень района или городской или какого-то другого территориального образования делегируются депутаты, делегаты. Можно по-разному называть. Но это вы уже структуру организационную рассказываете, по сути дела. Да. Это я и хотел дополнить. Как это происходит. Это немножко другой вопрос. То, что советы, они не сразу... Скажите, пожалуйста, а вот Владимир Ильич в одной из своих работ писал, что советы представляют из себя зародыши пролетарской власти. Советы? Да. Но долго зародышем быть нельзя. То есть они либо должны развиться, настоящие властные структуры, либо они погибнут. Вот как бы вы прокомментировали эти слова Владимира Ильича. Ну, замечу, что это относилось к периоду первой все-таки русской революции. Он точно говорил про советы, а не британ-молитов советы? Да, совершенно верно. Да, это советы. Конечно. Ну, если вы вспомните историю советов, да, действительно, они появились в 1905 году в первую русскую революцию. Сколько Ивановский совет продержался у власти? Семь тысяч. Ну, там, около двух месяцев. Не, ну, получается... Потом было распущено. Ну, советы, они же, получается, как альтернативный орган власти. То есть, они, соответственно, там, тоже саму думают. При опоре на войска, либо они ее подвинут. И говорят, те нерегитимные теперь. Мы здесь власть. Либо действующая власть, наоборот, со временем советы разгонит. Просто кто кого? Кто найдет поддержку? То есть, здесь речь идет о том, что останавливаться на достигнутом нельзя. То есть, пролетариат должен завоевать политическую власть во всей стране. Он не может создать эти структуры... в масштабах мира. Потому что Буржуазия, она, в отличие от пролетариев, уже давно соединена. И даже если совершается социалистическая революция в рамках одной страны или нескольких стран, даже группы стран, какого-то блока, то альтернативный блок капиталистический, он все равно применяет различные санкции и делает все возможное, чтобы совершить контрреволюцию в этих странах уже свершившаяся революция. Ну, это немножко... Мы уходим в сторону. Здесь можно по этому вопросу с вами подискутировать, конечно, потому что позиция не совсем, скажем так, ленинская, да? Может, не ленинская, но она определенно верная. То есть, вы считаете, что если в одной стране произошла революция, да, и пролетариат пришел к власти, то неизбежна контрреволюция и неизбежна реставрация капитализма. Это такой непреложный факт. Ну, да. Потому что буржуазия и всех прочих стран она будет всячески угнетать вот эту вот страну. Ну, здесь мы попадаем в дурную бесконечность. Я надеюсь, что все эти события будут развиваться другим образом. Тем более, если мы учтем уроки наших трех революций и последующее развитие советской власти и социализма строительства в нашей стране, я думаю, что не все так, так сказать, однозначно, как вы представляете. Но в любом случае мы должны что вы говорите? Вы верите в существование двух систем? Что возможно на планете одновременно, чтобы капиталистические страны с коммунистическими, социалистическими существовали? Сейчас мы обсуждаем советы. Как вы знаете, советы в таком виде, развернутом, как органы диктатуры пролетариата, они по сути длительное время существовали только в нашей стране. Да, была там Баварская республика социалистическая, но венгерская совершенно верно. Но они продержались очень недолго. А вот советская власть оказалась устойчивой. Другие страны социалистические и страны, которые находятся в переходном периоде сейчас, они таких структур не имеют. Поэтому их положение как раз представляется менее устойчивым. Но тем не менее мы знаем, что революция не может произойти одновременно во всех странах. Это доказал Владимир Ильич, который говорил о том, что неравномерность развития стран при империализме не дает возможности одномоментно провести революцию во всех странах. Произойти, вернее. Революция не может произойти одномоментно во всех странах. Соответственно, мы должны сейчас думать о том, как организовать рабочий класс в нашей стране, что нужно делать, какие извлечь уроки из исторического опыта, для того, чтобы эта борьба была успешной. Да, то, что за пределами нашей Родины происходит, это уже вопрос второй. Опять же, никто кроме нас не начнет это дело. И здесь мы можем перейти уже ко второму вопросу, к вопросу о предпосылках развития советов. Кто-то может возрождение советов, кто-то может по этому вопросу выступить. А дополнить еще? Ну, дополните и по предпосылкам тогда. Сергей Михайлович, я хотел прополнить, что еще в капитале Карла Марца не точно не могу сказать, к концу, наверное, сам Марц описывает, что рабочий класс сам по себе он может осуществлять вести экономическую деятельность соответственно того предприятия, завода там или на котором он работает. То есть этим, наверное, как мне кажется, он уже Карл Максом в капитале говорит то, именно о то, что рабочий класс потенциально обладает каким-то свойством, не каким-то свойством, а возможности именно он не говорит о советах, он не говорит о том, капитальный Марц не говорит о том, что рабочий класс должен завоевать, как-то революционным просьбом захватить власть, но он говорит, что сам по себе рабочий класс уже в потенциальном виде он готов и может осуществлять руководство экономической деятельности того, допустим, заводы, фабрики в этом работают. Это в каком томе и в какой главе это примерно где-то в конце где-то в дополнениях наверное вообще капитал не об этом он вообще не о политической власти он больше об экономической стороне но соответственно об этом тоже про рабочих тоже пишет именно что он написывает о положении рабочих на производство ну не знаю но нет я это так передел может быть конечно я не прав соответственно в конечном итоге рабочие рабочие осуществляют диктатуру свою литературу они будут осуществлять не только а с помощью советов то есть создание советов а совет это сами по себе это передовой передовая часть именно тех рабочих которые наиболее как в принципе партия авангард рабочего класса то совет это тоже авангард наиболее подготовленные более грамотные в экономическом и политическом отношении рабочие они создают совет то есть эти люди должны быть представлены в этих советах ну вот не совсем я понял что вы имели ввиду под экономическое все-таки управлением вы хотите сказать что рабочие овладе своим предприятием выгнав хозяевна могут осуществлять хозяйственную деятельность и это и есть диктатура пролетариан то есть не завоевав политической власти можно начать вести хозяйственную деятельность но в теории то есть эти власти но соответственно наверняка не дадут вести эту деятельность потому что политическая власть пока не выражает этих работ соответствующих советах ну вот это к чему вообще вот этот момент вы изложили я излагал потому что как мне кажется в капитале маркса создание советов и гибитор болетариата было уже имел ввиду что рабочий класс может вести не может а должен создавать советы и завоевать я думаю что надо еще раз перечитать капитал но он в общем-то не совершенно не об этом и диктатур о гидраторе пролетариата в капитале маркса ничего не говорится потенциально более того даже слово диктатура продает даже в манифесте коммунистической партии уж казалось да до такого слова там нет о советах естественно не могли знать и самая большее что могут добиться рабочие при даже уже при наличии политической власти это так называемый рабочий контроль но вести полноценную хозяйственную деятельность естественно они не в состоянии потому что предприятие предприятие связано экономическими нитями с другими предприятиями и так далее нет ничего проще прекратить деятельность отдельного предприятия просто перестав поставлять ему комплектующие сырье запчасти энергию или покупать его продукцию поэтому борьба экономическая и завоевание так сказать захват отдельного предприятия он лежен какой-либо перспективы поэтому мы и говорим о советах о том что рабочий класс должен создавать свои органы власти при капитализме это предшественники это так сказать прекурсоры вот этих органов власти и с помощью их завоевывать политическую власть другого пути нет здесь экономических предпосылках можно говорить в том плане что рабочий класс организован капитализм организует рабочих собирая их вместе на предприятиях организуя их совместный труд вот в этом плане то есть уже есть концентрация рабочих в одном месте они выполняют сходные функции они взаимодействуют друг с другом и это капитализм развивает их дисциплинирует вот это создает предпосылки а не то что они могут взять и начать управлять без подготовки без обучения без образования никто управлять не может и Владимир Ленин об этом писал часто неправильно цитирую что каждая кухарка может управлять государством стат по другому звучит мы прекрасно понимаем что не может управлять вот сейчас для этого необходимо проводить обучение а что нужно в первую очередь для того чтобы обучиться государственному управлению что для этого нужно совершенно верно конечно любому человеку в рабочем классу нужно свободное время поэтому лозунг сокращения рабочего дня он как сто лет назад стоял первым да это лозунг с одной стороны экономический но с другой стороны это лозунг и политический так и сейчас он тоже выходит на первое место лозунг сокращения рабочего дня ну это мы обсудим как можно добиться сокращения рабочего дня по поводу предпосылок возрождение советов что-то можете советы сами по себе были придуманы созданы именно рабочим классом самим рабочим классом то есть не кем-то вот предпосылки в том что лучшего ничего нет то есть чтобы опять соответственно добиться вернуть диктатуру рабочего класса и добиться власти необходимо создавать советы и это является то что совет является универсальным инструментом для того чтобы добиться власти соответственно это является предпосылкой к его появлению в настоящем мире он необходим хорошо спасибо кто может дополнить под данный вопрос вопросы у нас попозже немножко хочется дополнить что именно как уже говорилось именно в России в 1905 году появились советы и это неспроста это было первое и второе поколение крестьян которые переехали в города и вот этот общенный уклад перенесли на заводы то есть у них еще была свежа память об общинной жизни и этот опыт они перенесли на заводы и тогда появились первые советы но продержались они недолго как мы сегодня говорили около двух месяцев и в 1917 году большевики уже призвали рабочих по всей стране организовывать советы и рабочие подхватили эту идею подхватили а раз большевики начали восстанавливать советы еще до революции появились советы по всей стране до 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 октябрьской революции после февральской революции они уже появились по всей стране большевики а где были большевики в это время после февральской революции где они были они не могли участвовать непосредственно в реставрации совета появились сами по себе уже но они не были большевицкими на тот момент там по-моему около 15 всего советов были большевистскими а какие партии преобладали в советах социал-демократические партии зачастую советы на местах как раз продаконировали идеи демократических социал-демократические партии какие как раз своей целью они ставили демократические tras mina социалисты революционеры и Часто они именно цели такие ставили, за войну демократических ценностей. И большевикам пришлось с этим работать. И получилось так, что пришлось, конечно, контролировать и создавать вертикаль власти постепенно. Вот это другой вопрос. А сейчас мы говорим о восстановлении советов. И в нашем народе жива память об этом удачном опыте, который получилось совета сохранить и достаточно длительное время. И с одной стороны разочарование от того, что произошла контрреволюция, советы потерпели неудачу. С другой стороны, лучшего на сегодняшний день мы действительно не имеем. И именно в нашей стране сегодня анализируется то время. Те неудачи, пытаемся понять, как это произошло и почему, и вынести положительный опыт из этого. То есть именно в России происходит вот это движение обратно к советам. Но если говорить о предпосылках, вот сейчас вы говорили о том, что есть исторические предпосылки. Да, советы были созданы, созданы в России. Эта форма оказалась успешной. Она позволила пролетариату завоевать политическую власть и осуществлять ее в течение достаточно длительного времени, до тех пор, пока не была утрачена сама форма совета. Это предпосылки исторические. Какие еще предпосылки есть? Экономические. 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 Вот экономические вы отчасти упомянули о них. Это разочарование от капитализма. Потому что, как вы знаете, капитализм в конце 80-х, в начале 90-х, большинство населения приветствовало наступление капитализма. Да, потому что на самом деле контрреволюция произошла раньше в скрытой форме. Подготовка была проведена, так сказать, и общественное сознание было готово к тому, что пройдет реставрация. Ну да, потому что в начале 80-х уже действительно разложилось общество и разочарование было. Хотелось перемен. Действительно. А так завод является именно той общиной, современной формой общины, где действительно народ может объединиться. Это единая закрытая территория, это совместный ежедневный труд, это единый коллектив, это воспроизводство общины самой себя. Поэтому это действительно та структура общества, которая может привести к коммунизму. Ну, какие еще предпосылки? Вот мы сейчас с вами какие предпосылки рассматриваем? У нас даже семинар так называется. Скращение рабочих людей? Нет. Семинар называется «История и теория советов». Да, то есть предпосылки теоретические. Есть теоретическое основание. Под деятельность советов подведено мощное теоретическое основание. Прежде всего, это то, что действительно советы являются организационной формой диктатуры пролетариата. И другой формы пока не выработана. Первая форма какая была диктатура пролетариата? Самая, так сказать, зачаточная. Какую мы знаем. Ну, вы спойлите. Степан Степанович, вы опытный слышите, я знаю, что вы знаете. Сейчас мы знаем только две формы. Но тем не менее, да, это была слабая, это была промежуточная форма, но она была. Вот, по сути, две формы. Это Парижская коммуна, да, и советы. То есть, как рассматривать, как производственную единицу, то это, конечно, только советы. Она сейчас с низов не шла. Вот поэтому мы не продвигаем. Ну, признаете. Спасибо. Так, товарищи, кто еще хочет выступить? По предпосылкам, пожалуйста. Шипин Евгений, то, что вот буржуазия, чтобы выжить, должна как бы наращивать производственные силы, да, будет происходить обобщение производства, а присвоение будет оставаться частным. Ну, поэтому противоречия между буржуазией и рабочим классом будут только нарастать, усиливаться в экономическую, переходя в экономическую борьбу. Вот. Ну, а с экономической уже в политическую преобразование профсоюзов и в дальнейшем перерастание их с точком. Так, товарищи, там могут веселиться, здесь нам веселиться. Хорошо, скажите, пожалуйста, как вы понимаете слова Ленина о том, что Советы – это боевые организации, созданные для определенной цели? Ну, для взятия власти, мне кажется, вот так его слова. Удержание и установление государственной власти. Вот именно использование Советы как торчат. То есть Советы, в отличие от буржуазового парламента, это не совещательный орган, да, это не говорильня? Ну, исполнительный, да, как коммунистическая партия, она больше теоретический, как бы, да, орган, а вот сами Советы – это вот, да, исполнительный орган получается. Только исполнительный орган. А разделение властей вообще характерно для пролетарской демократии? Да, конечно. Советского. При любой власти разделение. Да. При любой? Ну, если вы возьмете феодальное общество, там, что там было разделение властей, что ли? Да, нет. Монарх кому делегировал свою власть? Он сам издавал законы? Дептатура аристократии была. Он даже не законы, а просто приказывал, и все происходит. Разделение властей было придумано буржуазией для осуществления диктатуры буржуазией. Было придумано для того, чтобы ослабить власть феодалов, прежде всего, для начала. И, собственно говоря, это буржуазный принцип разделения властей. В Советах как раз опять произошло соединение законодательной исполнительной власти. Да, потому что съезд Советов принимает законы, а проводит жизнь с полком, Центральный исполнительный комитет и исполнительный комитет. Есть еще что дополнить? Пока все. Пожалуйста, кто еще хочет выступить? Ну, раз мы коснулись уже вопроса сравнения демократии, пролетарской демократии буржуазной, кто-то может по этому вопросу просветить нас? В чем отличие? Или отличие, более конкретно, если говорить ближе к теме нашего занятия, отличие советов от буржуазного парламента? Вы уже отвечали. Ну, тогда дело же. Вы можете дополнить? Пожалуйста. Да. Готово? Старников Константин. Ну, отличие от буржуазного парламента. Вот основное как раз то, что нет разделений исполнительной и законодательной власти. Это вот одно, наверное, из самых главных, в связи с чем, когда есть разделение, я сегодня так объяснял, что парламент не знал, что там издает какие-либо законы, и потом за них не несет ответственность. Исполняются они, не исполняются. А бедная исполнительная власть бегает, рыщет и не знает, как исполнить, потому что не исполняются эти законы. Уже сам закон неправильно сделал. Потом отличие было, что советы, как раз выборность, то что советы по предприятиям, не по территориям в первую очередь, если мы берем буржуазно, то это территориально, а берем до 1936 года, это по предприятиям. И смысл здесь был, что можно было проще отозвать того депутата, который либо не справлялся, либо не так активно работал, ну, по тем или иным причинам. И, в общем-то, на заводе было проще всего собраться, не надо было там где-то по всей территории бегать, там жителей собирать. На заводе собраться и постановить, что, значит, Иванова, ну, не справляется со своими обязанностями, ну, и мы сейчас выберем другого делегата. Мы подбирали более такого деятельного, более умного, там, более образованного. В принципе, вот, если брать до 1936 года, и здесь-то получилось, что как раз вот и в парку пришли вот как раз те люди, которые потом, ну, еще в Брежневские времена, как говорится. Ну, Стинова, если, допустим, взять, они еще были молодые. И вот как раз за счет вот этой системы, подбора кадров, именно подбор кадров был очень такой удачный, и буржуазного этого нету. Потом, опять же, если в буржуазном парламенте избрали депутата там на 4-5 лет, где как, ну, и отозвать его, в принципе, невозможно. То есть, есть процедура отзыва, но это очень сложно, и это практически невозможно. Ну, вот еще, значит, минусы, и минусы от буржуазной демократии. Ну, в общем, вроде все, так, основные такие. Ну, это вот то, что касается, как бы, стороны избирателей. А вот то, что касается стороны избираемых, вот здесь есть какие-то отличия буржуазного парламента от Совета? Или Советов от буржуазного парламента? То, что избираем, так избираюсь как раз от рабочих. Пролетариат избирался в основном, то есть, во все, от низу и до самой веры была избирательность. А буржуазный, ну, избирается от территории. И самое главное, в принципе, мы никогда не знаем, кого мы избираем. Потому что идут какие-то букеты по телевизору, показывают, там говорят, вот этот депутат, он очень хороший, он такой замечательный, там он прекрасный. А скрывает его все подноготно. А если кого-то не хотят избрать, действительно хороший депутат, то на него, естественно, вся грязь, мусор как-то посыпется. Ну, вот последние выборы, допустим, были, которые у нас в прошлом году, год назад, президентские выборы. Там тоже было очень показательно как раз, кто там противостоял, противостоял Путину, ну, если так, из всех кандидатов, Крудинин, если можно назвать, что, ну, что-то оттянул. Так это он теперь судов не влазит, накрыли его уже полностью, окончательно. А больше там, ну, Собчак, ну, в общем, даже не смешно, там, Сурайкин, Собчак, ну, вот, идет, подставляет как раз, ну, нету конкурентов. То есть вы хотите сказать, что при выборах в буржуазный парламент, да, ну, вы даже перешли от выбора в буржуазный парламент к выборам в исполнительной власти уже, даже отчасти. Ну, и отчасти. То есть есть хорошие представители буржуазии, есть плохие, и хорошие, они будут действовать в интересах народа? Нет, я имел в виду не это, что... В любом случае, выборы... В любом случае, это невозможно, там, нету конкурентов. Это что-то, как называл Маркс, выборы? Сейчас не скажу, но главное, что если буржуазные идеологи... Буржуазные выборы, это фиговый листок. Да, это фиговый листок, и поэтому, в принципе, это делается для региментизации. Вот и все, больше ни для чего. Реально, все равно, если это буржуазная власть, и если рабочий, там, если не согласен Совет, если профсоюзной борьбы не будет, в общем, бесполезно. Никогда в буржуазных выборах, и Ленин говорит, что никогда партия не победит буржуазных выборов. И победит, и она может только взять власть силой. Если она не возьмет власть, то, соответственно, она никогда не победит. Никогда, значит, не будет ни революции, ни новостроя. Кто берет власть? Партия или класс? Класс. Ролитариат берет. Рабочий. Совет. Если в нашей ситуации, то это Советы. То есть, это Советы, что это? Это был авангард рабочего класса. Авангард им. То есть, самые такие... Да, а эсэра-мешевистские советы тоже были в авангардном рабочем классе? Это пара, авангард, рабочего класса. Вы немножко, да, вы немножко путаете две... Нет, это авангард, да. Нет, почему? Это тоже авангард, потому что это одни из лучших в основном. В основном, те, кто хотел перемен каких-то. Партия, понятно, это авангард. Только партия... Ну, если мы вспомним историю Советов, даже в том же 17-м году, как проходили выборы. Вот идет митинг. Выступают представители разных партий, которые во множестве были на заводах и фабриках. Вот кто лучше говорил, того избирали. Изначально, вот первое, до того, как большевикам удалось эту ситуацию переломить, но это была огромная работа в коллективах. То же самое происходило и в Советах. Кто, так сказать, убедил своим красноречием людей? Да, у нас их было большинство, поэтому... И, соответственно, те и были. Поэтому советы не являются авангардом. Да, там действительно, это форма диктатуры пролетариата. Но это не значит, что не лучше. Туда может попасть любой человек, на самом деле. Проблема-то не в этом. Проблема в том, что, попав туда, если этот человек оказался не лучшим, а таких случаев было немало. Потому что люди маскируются, естественно, скрывают свои истинные цели. И когда пробиваются наверх, вот здесь, да, они начинают себя проявлять во всей красе. Возможность отзыва депутатов как раз дает возможность убирать этих людей, не давать им закрепиться наверху. Но попадают туда далеко не лучшие. Ну, вот как раз и идет-то отсев. Почему я говорю, что со временем происходит отсев? Для того, чтобы был отсев, должна быть не только организованность, но должна быть еще образованность, подготовленность. Люди должны понимать и отличать, так сказать, Краснобаев и людей, которые выдвигают просто популистские лозунги от тех, кто действительно готов отстаивать интересы рабочего класса и не преследовать свои личные интересы. Ну, как говорил, зрение, что при должном воспитании и образовании и даже кухарь послужит управлять государством. То, что обычно перевирает, а это... Все переврано. Вы же ради о детях, а речь они о самой кухарке. Даже не о детях ее. Им на предложенном воспитании и образовании. Поэтому, естественно, нужно. Я-то хотел услышать от вас, что в буржуазный парламент выбираются представители буржуазии или выразители интересов. В буржуазии те, кто будет представлять ее интересы. В советы избираются представители рабочего класса. То есть, есть доступ. Во-первых, буржуазный парламент вы не сможете пройти, если у вас чего нет. В буржуазии вообще с помощью чего осуществляет свою власть? За счет своей диктатуры. На чем держится диктатура буржуазии? На армии, на полиции. А армии, полиции на чем держатся? На капитале. А что такое капитал? Ну, то есть, не день, не день. День? На власти денег. На власти денег, на капитале именно. Буржуазия держится на деньгах. И армия, и полиция. Почему они лояльны в буржуазии? Потому что... Зарплату получают. Совершенно верно. Получают зарплату. Такую, чтобы поддерживали именно власть буржуазии. А сила рабочего класса в чем? В булыжнике. В булыжнике? Организованность, естественно. Сила рабочего класса... Как раз и были образованы. Вот эта организованность, когда общиной можно чего-то добиться и победить. Как вот профсоюзное движение. Тоже ведь это только община может победить. То есть, люди могут собраться, значит, выработать какие-то предложения, пожелания, как говорится. За что они борются, за что они борются, что хотят получить, и уже отстаиваются в их права. Вначале, если экономически, то потом это все перерастает. Если только ставится экономически, ну и дальше никакого движения. А если перерастают политически какие-то права, соответственно, вот в результате получается эволюция. Потому что низы не хотят, а верхи уже не могут. Чего не могут? Ну, там, блядь, по-старому. А низы не хотят жить по-старому. Да, давайте заканчивать фразу все-таки. Там получается что-то такое. Хорошо. Ну и не надо забывать о том, что советы были созданы не только на предприятиях, они еще были где созданы. Крестьянские были советы. Крестьянские, ну, крестьянские в меньшей степени. Солдатские советы были. Солдатские, да, то есть удалось привлечь на свою сторону армию. Потому что без поддержки армии, без помощи армии, конечно, вряд ли было. Ну и мятежу-то как раз, почему получилось-то, бескровно практически, взять, совершить революцию. Потому что были привлечены как раз советы солдатские. Солдатские. И в основном мы... Благодарим мятежом. Да. Мы донорозгром. Мы мятеж и попали в туру. Защита-то была, в основном, защита-то состоялась, кому подчинялись советы солдатских депутатов, они подчинялись уже большевикам. Насколько я помню. В ходе подавления. В ходе подавления охраны, поэтому, в принципе, в Петрограде в этот момент вот и произошла эволюция, которая, в общем-то, бескровно, по крайней мере, сведений нету. Ну, немножко разнесены были эти события, конечно, по времени, прямо скажем. Ну, немного, да? Да. Хотя все, конечно, в достаточном течение года, это был настолько спрессованный год, что все события были близки. Конечно. Хорошо, спасибо. Кто-то хочет дополнить по данному вопросу? По поводу отличий, да? Да, по поводу отличий. Что, соответственно, парламент... Выходите, неудобно снимать, мы же транслируем все это. Вопрос был про парламент, почему? Ну, в чем отличие от парламента, от буржуазного, от пролетарского? Ну, и, соответственно, почему? Потому что в разном обществе парламент используется еще дополнительно, как ступень, чтобы подняться, выйти, ну, как бы, на более высокую ступень имеется в виду властную. И, соответственно, люди, которые идут туда, они идут туда не для того, чтобы, как бы, ну, нести интересы тех людей, кто за них проголосовал, а для того, чтобы зарабатывать деньги, опять же, потому что там приличные зарплаты. И, соответственно, выйти на другой властный уровень, это, соответственно, буржуазный парламент. Такого не должно быть, ну, и не было, и не должно быть, соответственно, в пролетарском парламенте, при диктатуре, когда говорят, потому что при выборе и выходе человека на такой уровень, это не является его, то есть это его достоинство, он не привилегия. То есть он, находясь в законодательных, ну, в этих советах, которые, ну, в наших законодательных властях, именно. А? Законодательную исполнительную. Ну, и законодательную исполнительную, да. Соответственно, находясь там, они все равно остаются теми же представителями советов предприятий, которые их выбрали. То есть теми же рабочими, фабричными, заводскими, обычными рабочими, просто достойными, которых выдвинул Совет для выборов, выдвинул туда в эту власть Совет. Как это практически можно осуществить? Если выбрали депутата, он пошел в Советы и там 4 года сидит. Какой же он рабочий-то? Он уже перестал работать рабочим. Он стал профессиональным депутатом. Он не больше, чем, соответственно, средний по тому предприятию, в котором он работал. Соответственно, он не может находиться там однозначно 4 года. То есть, опять же, этот принцип отзыва. То есть, если человек не... Ну, а если он справляется? Если человек нормально пришел, нормально работает, оставит интересы. Так. Но, тем не менее, он 4 года не работает рабочим. Он рабочий разве? Соответственно... Как практически это существует? Конечно, он теряет какие-то навыки как рабочий. Дело не в навыках. Дело в том, что его образ жизни. Так же, как освобожденный председатель правкома. Чиновником. У него же он становится чиновником. Вот как сделать так, чтобы он не становился чиновником? Ну, 4 года избирать этих... А на сколько? Не знаю. Там на год, например. А за год он не станет чиновником? Пусть когда он месяц работает... Он должен понимать, что... Вот. Совершенно верно. То есть, должно быть переменное сочетание труда. То есть, он не должен отрываться, по-моему, перерыв. Сейчас мы закончимся. Ну, я это имел в виду, соответственно, что... Но есть конкретные сроки, сколько он должен находиться, соответственно, в моей работе человека. То есть, я это имел в виду. Конечно, он не должен отрываться от коллектива, он не должен стать чиновником. Он должен продолжать оставаться рабочим представителем, соответственно, в исполнительной законодательной власти. Ну, просто конкретно сроки его нахождения в этой власти, он не оговорен. Он может и год находиться, естественно. Он вернется, но он вернется на это же предприятие. Будет так же работать. На самом деле, все, действительно, вопрос времени. Это тот же самый вопрос, который мы рассматриваем при рассмотрении соотношения рабочего и свободного времени. Если рабочий, передавив производство, будет зарабатывать больше зарплаты, чем этот человек, который находится в исполнительной законодательной власти, будет получить по-среднему. Он заинтересован находиться в этой власти, что ли? Дело не в зарабатывании. Нет. В деле есть совершенно о другом. Чтобы он не превратился в бюрократа, он не должен отрываться от коллектива. Я не говорю, что мы должны избирать на постоянные условия. И, соответственно, время нахождения в этом парламике, я не знаю, где-то конкретно написано? Сколько? Месяц должен? Попова почитаем, но там есть. Время конкретно написано? Там есть. Есть. Есть предложение, скажем так, как это можно сделать. Мы знаем, что так не было сделано, к сожалению. И мы видим, что отрыв произошел. Отрыв произошел. Хорошо. Спасибо. Я подсказываю, что нужно сделать перерыв. Перерыв. Итак, продолжаем наше занятие. Так, товарищи, кто еще? По первому варианту у нас остался, по-моему, последний вопрос. Подскажите. Три вопроса. Система советской власти. Да, совершенно верно. Кто-то у нас начинал уже рассказывать про систему советской власти. Ну, может быть, продолжите. Разве что-то то же самое, да? Ну, пожалуйста. Теперь уже на полном законном основании. Значит, власть советская, она рождается, как бы, из борьбы рабочих за свои права. То бишь, на предприятиях организуются, изначально, профсоюзы. В профсоюзы вступают рабочие. Причем, сначала были профсоюзы, так сказать, по профессиям отдельно. Потом, там, металлурги какого-то завода в каком-то году решили, что это не дело. Профсоюз должен быть, в общем, от всего производства. Вне зависимости от его профессий, это не имеет значения. Он должен защищать права всех, трудящихся на этом заводе. Соответственно, этот профсоюз, он в статичной, там, в запасочной борьбе борется, значит, за свои права. Чтобы как-то организовать его действия, из числа рабочих формируется комитет. Он может называться там по-разному, по-всякому. Но, устоялось название, что комитет, там, фабричных рабочих, заводских рабочих. Вот, это, в принципе, устоявшееся, так общее, принятое название. Вот. Устоявшееся где? Устоялось. В Петрограде, вроде, устоялось. ДНР, наверное, в России вообще. Вы сейчас о каком периоде рассказываете? Про семнадцатый год. Это фабрично-заводские комитеты, наверное, вы имеете в виду. Ну, два комитета. Рабочих там, заводских, фабричных. Нет, он назывался конкретно, имел название. Если исторический аспект рассказывать, то он называется конкретно фабрично-заводской комитет. От этих комитетов избирались прямо лучшие из лучших, из лучших, из лучших. Которые делегировались в советы районные, если город очень большой, мегаполис. Либо в городскую советы, если городок небольшой. Вот. Делегировались, значит, депутаты. Они уже представляли свое предприятие в советах. И, собственно, там уже решили судьбы взаимодательную, исполнительную. Власть там, все в этом духе. Ну, как-то так. Ну, они, конечно, это когда уже власть и визита. А когда они визита, то, во-во-во, как-то не особо задержившиеся судьбы. Вопрос сформулирован был «Система советской власти». То есть, речь идет о том, как устроена советская власть. То есть, понятно, если мы говорим о системе власти, то власть уже пролетариатом взята. У власти находится рабочий класс. Он формирует свою систему властных органов. То, что вы рассказали, очень интересно в историческом аспекте. Ну, а, так сказать, в принципе, как должна быть устроена, да, если вот мы обобщим... Действительно, этот вопрос у нас распадается на две части. Первый – это исторический аспект, а второй – аспект, как теории должна быть построена советская власть, для того, чтобы она была максимально приближена к рабочим, максимально приближена к народу. Так она же не собирается, куда же ближе-то? Нет, не в этом дело. Да, то есть, речь идет в этом вопросе о структуре, как организована советская власть. Хорошо, кто-то может исправить, дополнить по данному вопросу. Кто-то, может быть, знакомился с проектом Конституции советской, который опубликован вот в новом издании. Нет? Никто не ознакомился? Ну, рекомендую дойти до конца этой книжки, все-таки. Не останавливаться на первой главе, потому что, в отличие от первого издания, от первого издания, здесь есть такой раздел «Проект Конституции советской России». Прошу всех с ним ознакомиться, потому что здесь как раз структура, система власти советской изложена. Кто-то успел ознакомиться? Да, и я тут уже читал. Да? Пожалуйста. От производственных единиц выбираются депутаты. Это обсуждается от какого количества, сколько депутатов избирается. Например, от тысячи человек может быть один человек избран, от пяти тысяч пять человек. Эти депутаты составляют городской совет. Уже от городского совета делегируются делегаты на съезд советов. Этот съезд советов является законодательным органом. Между съездами советов работает Центральный исполнительный комитет, который уже осуществляет исполнительную власть. Каждый делегат и депутат может быть отозван, соответственно, тем коллективом, от которого он выбирался. То есть сколько всего уровней в системе советской власти? Получается, два уровня делегата и депутата. Два? Нет, они все депутаты. Они все депутаты. Но два уровня есть. Уровень районный городской. Не районный городской. Нет, районных никаких уровней нет. Есть уровень городской или уровень субъекта, если города совсем маленькие. И есть высший орган советской власти, это съезд советов. Это высший орган. Всего два. При этом на съезд советов избираются только депутаты, которые были избраны от предприятий, городской или совет субъекта. К этим же крупным предприятиям соединяются и остальные рабочие коллективы, которые существуют в районе. Это могут быть и служащие, и коллектив учителей от школы, и, соответственно, профсоюзные какие-то объединения. Но основным является все-таки производственная единица. И потом там на съезде существует верхняя и нижняя палаты. Верхняя палата имеет право вето. Верхняя палата состоит из делегатов рабочих. Нижняя палата может состоять как от рабочих, так и от служащих. Ну, это, скажем так, немножко перенесено с буржуазного парламента. Это на самом деле палата. Палата рабочих, палата служащих и палата... Да, то есть это не то, что она верхняя или нижняя. Просто решающим голосом все равно обладают рабочие. И нужно создать такую систему, когда и рабочих окажется большинство. А вот как это практически обеспечить? Заводов много стоит. Вот, видимо, да, что все-таки основой является производственная единица. Уже на базе этой единицы должно набираться такое количество депутатов и, соответственно, делегатов, чтобы преимущество имели рабочие. Ну, вот конкретно на съезде, вот оказывается, там, избрано, будем говорить, 100 рабочих и там 150 других служащих, не рабочих. Да, вот этот момент, лично говоря, я не поняла, как это будет отсутствовать. Как это будет осуществляться? Как обеспечить решающий депутат? Не все делегаты имеют право голосовать. Кто может просветить? Рабочая курь должна быть? Просто из числа нерабочих избирается количество голосующих, которое будет меньше, чем число рабочих. Вот и все. А примерно 5 тысяч рублей считать? Не все, да, все присутствуют, все, так сказать, имеют право выступать, но голосуют только те, которые были избраны как голосующие на данном конкретном собрании. Их должно быть меньше, чем у рабочих. Их должно быть меньше, чем у рабочих, да, чтобы у рабочих было преобладающее число голосов. И так же во всех остальных органах, в принципе. Хорошо, спасибо. Еще вопросы по истории Совета по реакцизации. Если можно, вам задать вопрос по первым годам советской власти, когда Советы представляли из себя достаточно разрозненную цепь, и большевикам пришлось соединять эту цепь в одну путем выстраивания вертикали власти. То есть поначалу Советы даже могли не подчиняться центральной власти и саботировать декреты советской власти. И даже иногда были тенденции к сепаратизму. Особенно на фоне гражданской войны это проявилось, когда возрастало социальное недовольство. Но вот большевикам удалось, благодаря внедрению партийной системы, выстроиться вертикаль, которая потом уже, аукнулась после революции, бюрократизации Советов. И вот эта проблема, мне кажется, она не до конца еще изучена. Как этого избежать? А вот скажите, пожалуйста, а вот все время вы упоминаете, не только вы, но и в принципе и другие сегодня упоминали, вертикаль власти, так называемая, да? А вообще власть, она бывает другого какого устройства? Не вертикального? Мы говорим о том, что... Каким образом устроена власть? Советы были спущены, то есть Советы были контролированы сверху, и иногда депутаты буквально директивами указывались, кого назначить. То есть этот человек должен был быть большевиком, состоять в партии обязательно. То есть вот благодаря такой системе был наведен порядок, и все Советы соединились в одно единое государство, в один организм. Вот, то есть если даже рабочие хотели выбрать кого-то из рабочих, и кто обладал доверием, при этом при всем этот человек должен был соответствовать, все-таки должен был быть согласован с Верховной властью, с полковной, то есть такой контроль был осуществлен. Ну, если мы будем говорить о первых годах, конечно, советской власти, то понятно, поскольку Советы представляли себя живое творчество масс, то там порядка было мало изначально, естественно. И по количеству, от какого числа избиралось, да, все это, так сказать, плавало достаточно. Но государство не может существовать без определенной системы, без определенного порядка и без законов, да. Поэтому, конечно, рано или поздно такой порядок был наведен. Без этого государство не может выставить, потому что есть для того, чтобы эффективно решать проблемы, защиты от внешней угрозы, защиты от внутренней угрозы, хозяйственные вопросы, восстановление экономики, управление экономикой. Естественно, выстраивалась система управления. Это тут совершенно все понятно. Но проблема-то возникла не в первые годы советской власти и связана не с тем, что там вставили на конкретные посты представители партии большевиков. Проблема возникла несколько позже, когда рабочие потеряли возможность, и прежде всего возможность, из-за отсутствия достаточного количества свободного времени, принимать участие в работе органов государственной власти. в работе, в контроле над органами, потому что мы знаем, и Александр Сергеевич об этом рассказывал в своей лекции, о различных формах рабочего контроля, о различных формах участия рабочих в системе государственного управления. не было сделано самого главного, не было последовательного и постоянного сокращения рабочего дня, к сожалению. Да, были объективные обстоятельства, которые тому препятствовали необходимость интуистрализации, потом подготовка к войне, война. Но вот то, что после войны, к сожалению, этот процесс не... Этот момент был упущен, к сожалению. А без свободного времени невозможно осуществлять полноценный рабочий контроль и полноценное участие рабочих в системе государственной власти. Вот в этом была основная проблема. А то, что всегда во власть пробираются люди, которые, так сказать, преследуют свои личные интересы, ну, к сожалению, да, с этим ничего не поделаешь. Какой момент это было упущено все-таки? Я думаю, что это не момент, это, скорее всего, можно рассматривать как единственную борьбу противоположностей. То есть этот момент в Советах, он присутствовал с самого начала. Да, то есть момент отрицания Советов. Советы как высшее проявление демократии, как участие широких масс народа в управлении государством. Был и противоположный момент, потому что пытались, и, так сказать, иногда не без успеха, представители антагонистических классов пролезть в Советы. До тех пор, пока был избирательный ценз, то есть в Советы не могли быть выбраны те, кто был в свое время, да, относился к помещикам, дворянам, полицейским чинам, священнослужителям. У них была ограниченная возможность влиять. А это не важно, а сколько буржуазия составляет процентов от населения. Тем не менее, это не мешает ей управлять. Понимаете, количество здесь не имеет значения, но у этих людей были связи, у них были деньги припрятанные, у них была помощь, в том числе и из-за рубежа и так далее. То есть мы знаем, что буржуазия управляет с помощью денег. Поэтому как только вот этот барьер был снят и допущен к выборам, к участию в выборах... Да, совершенно верно, совершенно. То есть это представлялось как расширение демократии, что вот эти элементы противоположных классов, да, лишенцы, так называемые, что они уже не представляют никакой опасности, потому что у них выбит из-под ног экономический базис. На самом деле оказалось это совершенно не так. Поэтому такое расширение демократии, наверное, не должно быть до тех пор, пока... Антагонистические классы сохраняются во всем мире, и тут я с вами совершенно согласен. Да. Можно добавить чуть-чуть? Спасибо. Я бы сказал, что чем меньше процент от населения со стороны нужно обидеть, тем более абсолютная власть в их руках. Потому что это уже неразвозненные капиталисты, которые между собой конкунируют за какие-то разные интересы. А больше ресурсов и власти в одних руках концентрируются, и тем более их власть становится абсолютной и тем тяжелее ее подвинут. Ну, это совершенно верно. Это, так сказать, тенденция развития капитализма, которая присуща ему эманентно, это концентрация одновременно с этим государством монополия обращена на благо всего народа. То есть одновременно с этим и потенциал рабочего класса тоже растет. Потому что капитализм в свободной конкуренции... Мы переходим к свободной дискуссии, но мне хотелось бы еще заслушать все-таки ответ вот по одному из вопросов, а именно советы как высшая форма демократии и отмирание демократии. Государство. Государство, да, совершенно верно. Вы готовы? Я? Нет? Следующий? Во всяком случае. Ну, я думаю, что вопрос о демократии не должен вызывать особого затруднения, потому что у нас была лекция прекрасная Александра Сергеевича в прошлом семестре и семинар, посвященный политическому спектру, политической борьбе. Кто может нас посвятить по поводу демократии вообще, пролетарской демократии и отмирания государства? Как это происходит? Пожалуйста. Что такое демократия? Кто не знает, что такое демократия? Власть народа. О, демос. Демос, понятно. То есть, буржуазная демократия – это тоже власть народа. А кто тогда народ, понимаешь? Буржуазная демократия, он и есть буржуазная, это рабовладельская демократия. Рабовладельцы. Власть – это демократия для определенного круга, для определенного класса, который осуществляет диктатуру. Для него и есть демократия. Если у нас буржуазная власть, то это диктатура буржуазии и демократия буржуазная, соответственно, со своими законами. Пролетарская демократия – это вот демократия советов, это была большая форма демократии самая. Фабричные заводские рабочие представляют всех трудящихся интересов. Да. То есть, представляют интересы большинства, а не меньшинства, если так вот в первую очередь взять. Именно интересы большинства, именно трудящихся людей, в первую очередь. И они пролетариат заинтересованы, чтобы, соответственно, вся страна была лучше, как их лица. То есть, коренным образом заинтересован. Да, и постепенно с сокращением рабочего дня и с преодолением разделения труда все трудящиеся становятся частично рабочими, частично служащими, и все принимают участие в управлении государства. Еще если бы даже добавили свободное время, которое было, завоевано в свое время при буржуазной революции в 8-часовой рабочий день. И, как Ленин предполагал, 6-часовой рабочий день, а 2 часа оставаться на предприятии, изучать военное дело и учиться искусству правления государством. И Сталин подходил к этому, что был уже в 50-е годы, в 51-е годы, сейчас не помню, когда шел разговор, в переводе на 6-7-часовой рабочий день, на переходе. Хотя он не был в 7-часовой рабочий день, но еще до войны был пройдет 7-часовой рабочий день, но перед войной перешли на 8 часов. Ну, там понятно, из-за войны что нужно. Так, то есть, демократия – это все-таки диктатура. Диктатура правящего класса. Если пролетариат, значит пролетарский. Хорошо. Пролетариат – это в буквальном смысле какой класс? Обычный. Класс, лишенный чего? Собственности. Собственности. Завоевав политическую власть и обобществив средства производства. Рабочий класс получает собственность или нет? Нет. Как нет? А кто получает собственность? Государство. А государство-то чье? А государство рабочего класса. Значит, рабочий класс перестает быть пролетариатом. Правильно? Нет, рабочий класс. Ну, как нет? Ну, если средства… Он лишен собственности или не лишен? Не лишен собственности. Отсутствие подняли собственности. Как это не собственность? Это общественность. А что такое собственность? То, что принадлежит личная… Нет, не личная. Личная, частная. Нет. 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 Причем тут частная собственность? А мы разве говорим о частной собственности? А что собственность только частная бывает? Какая собственность при… Что-то не собственность. При социализме какая? А общественная – это не собственность? Собственность общественная. Общество относится к этим условиям производства как к своим или не как к своим. Это его или не его? Если это его, если это общество, это общество принадлежит или частным лицам? Ну, это общественная собственность или средства производства? Что записано в программе Коммунистической партии? Обобществив средства производства. Значит, средства производства из частных групп перешли в общественную собственность. Значит, государство чье? Государство рабочего класса. Собственность чья? Рабочего класса. Значит, рабочий класс перестает быть пролетариатом. Он становится собственником средств производства. Правильно? Или что-то меняется в другом ключе? Что с государством при этом? С государством что происходит при этом? Начинает отменировать. Значит, мы знаем, что государство – это аппарат принуждения, антагонистических классов. Антагонистические классы сохраняются? Да. Когда? Частично. Когда? Нет, мы уже говорим о том, что когда… Не при социализме. Как они могут при социализме сохраняться? Они сохраняются в переходный период. Как только вы обобществили все средства производства, у вас уже нет никаких антагонистических классов. А мелкобуржуазные – это класс какой? Он антагонистический по отношению к пролетариатуру, он разве антагонист? Мелкобуржуазия. Он все это переходит. Он переходит, если ему дают условия для этого. Куда уже он перейдет? Классов уже нет, классовые различия остаются. Социализм как характеризует Ленина? Дорогие классы. Уничтожение классов. А какой класс сохраняется? Единственный класс. Рабочий класс. Он сохраняется. Сохраняется вплоть до полного уничтожения класса. Когда полностью классовая разница. Но тем не менее, он рабочий класс, но он обладает собственностью. Мы диалексику для чего проходим? Не только для того, чтобы знать, кто такой Гегель. Для того, чтобы применять ее. Вот здесь в чем сложность-то? И сложность положения рабочего класса при социализме. Потому что он вроде как обладает средствами производства. Но. Тем не менее, из всех слоев общества, рабочий класс в меньшей степени может пользоваться теми благами, которые дают обобщественные средства производства. Почему это происходит? Потому что да. Потому что он занят материальным производством. По отношению ко всем остальным слоям населения, он имеет наименьший процент свободного времени. Потому что те, кто не трудится в материальном производстве, они всегда имеют больший процент. Да, там много рутинной работы. Но тем не менее, элементы творческие присутствуют. Я уж не говорю про интеллигенцию. Часть из которой вообще живет полностью в свободном времени общество. Соответственно, пролетарское государство. Как можно охарактеризовать? Это не антагонистическое государство. И задача его в чем состоит? Это цель социалистического производства. А что должно осуществлять последовательно пролетарское государство? Которое Ленин называет полугосударством. Междуумственным. Задача. Какой задачей служит вот это государство? Отбирать. Для того, чтобы уничтожить классы. Совершенно верно. Уничтожить. А уничтожить как? Государство. А как вы понимаете уничтожение классов? Ну, я не имею в виду антагонистический класс. Я введите разноразвищу такой класс. За счет чего исчезает, может исчезнуть классовая разница? За счет преодоления разделения труда. А умственные и физические? Ну, что это вот труд? Не труд, не между трудом. Между людьми и умственного. Между людьми и умственного физического труда разница. Между корыдом и телем. Это мы почти преодолели. Ну да, деревня почти исчезла, поэтому… А это разница где-то? Нет, разница это не между… Труд все равно отличаться будет. Вы там сидите, что-нибудь пишете или там на компьютере рассчитываете, или вы лопатой махаете, правильно? Даже если вы не лопатой, а там с помощью экскаватора. Физический труд, конечно, все равно остается между людьми. А в чем вот это исчезновение разницы заключается? Поскольку будет больше свободы. По свободному времени, когда можно будет заниматься и физическим трудом, и умственным каким-то, что-то творит, что-то… Здесь два аспекта, да? Два аспекта. Первое – это когда свободное время будет преобладать над временем рабочим, да? Первое. И второй момент – это всеобщее участие в производительном труде. Потому что без этого говорить о уничтожении классов нет. Почему нет? Кто-нибудь перекладывается. Закон переменной и сочетания труда. Почему нет? Нет, я говорю, что… Дело в том, что пока не будет всеобщего участия в производительном труде, значит, сохраняться будет что? Люди, которые заняты преимущественно или исключительно. Вернее, не заняты. Если будут люди, которые не заняты в производственном труде, значит, будут люди, которые заняты, допустим, ну, хорошо, они заняты и в производительном, и не в производительном труде. Значит, это опять получается дискриминация. Что одни люди производят материальные блага, а другие не производят. Значит, все равно полностью нет уничтожения класса. Другое дело, какими средствами это достигается. Пока мы не можем об этом сказать. Но вот то, что применение переменной и сочетания труда должно быть, это абсолютно точно. Потом нам не обязательно, скажем так, эти сочетания делать. То есть, можно разнести, допустим, по времени, по периодам жизни даже. Допустим, да? То есть, какой-то момент жизни... Да, то есть, разные моменты. Да, совершенно верно. Это еще до... Да, сейчас не от этого. Нет, нет, нет. Понимаете? Ведь на самом деле эти вопросы возникают. И у людей, которые, скажем так, далеки от коммунистических идей, да? Вот у них возникает. Что такое вот? Даже вот в нашем кругу все равно этот вопрос возникает. Как мы будем это сочетать? А что же все вот? Я вот такой вот весь себя умный и красивый, и что я пойду там кайлом махать, что ли? То есть, это все равно есть. И все равно эти вопросы надо обдумывать, надо обсуждать и думать, как это будет осуществлено. Иначе, если этот вопрос не будет решен, значит, получим мы то же самое, что уже и было. По мере роста производительности труда, что происходило в Советском Союзе? Причем тут далекая перспектива? Мы возьмем конкретно историю 20 века, вот нашей страны. Вот рост, шел постоянно рост производительности труда. К чему это приводило? Как миллионеры. Почему? Какие миллионеры? Обогащались. Кто обогащался? Где? В СССР обогащались? Партнерплатуры обогащались. Да нет. Они такие сильно обогащенные были. Не в этом дело. Посмотрите, что происходило. Постоянно сокращалось количество занятых в производственной сфере, да? И разлое количество занятых в непроизводственной сфере. То есть, это что, уничтожалось классовая родительница? Не уничтожалось. Это важнейший элемент. А что должно... Так нет, это самый важный элемент. В конечном итоге это и привело к тому, что... Привело к возвратному классообразованию. Потому что происходило усугубление класса родительницы. Рабочий класс вместо того, чтобы, так сказать, растворяться во всем обществе, он становился все более и более и более концентрированным. Так он и остался до сих пор. И контрреволюция свершилась. И сейчас мы имеем рабочий класс. Да? Опять восстановилась система наемного труда. И все начинается по новой. Так вот, для того, чтобы это не было дурное бесконечное, чтобы вот этот вот цикл не запускался опять, да? Об обчисление производства. Потом опять, так сказать, усугубление вот этого разделения труда. Эти вопросы должны быть продуманы заранее. И решены уже. Да, более как-то, может, помаги. Если мы подводим основы, на которых будет строить... Так вот, это основы есть. Основа, основа – это сокращение рабочего времени. Основа – это перемены и сочетание труда. Без этого никуда не денешься. Ну, это было, на картошку посылали. Ну, это какие-то элементы. Конституция, как вы знаете, это основной закон, да? Он не может все конкретные аспекты. Но вот, наверное, да, один из пунктов, который можно было дополнить в Конституции, что никто не должен уклоняться от своей доли производительного труда. Ну, это классик. Был в обязанности вести, чтобы минимально так это... Итак, хорошо. Что мешает отмиранию государства? Что мешает отмиранию государства? Что мешает? Классная аренда, вера покутала. Совершенно верно. То есть, государство, помимо того, что оно внутри страны, должно выполнять вот эту функцию уничтожения классовой разницы до тех пор, пока коммунизм не победил во всем мире, оно должно выполнять функцию защиты от внешней угрозы, от капиталистической агрессии, естественно. Поэтому говорить о том, что государство может отмереть в отдельно взятой стране, этого не можно, потому что в этом случае, да, эта страна просто перестанет существовать. Совершенно верно. То есть, это вопрос уже всемирной республики Советом, да? И здесь опять вот с вами можно согласиться. А можно вам задать? Да, пожалуйста. Вот вы сказали, что в Советском Союзе сокращался класс рабочих. Вот в наше время мы выходим на улицу, мы видим, что излишки рабочих, они у нас подворачиваются во всяких чобовцев, там, огущих на свободные кассы и так далее. А в советские годы куда-то надрезировали излишки рабочих при повышении производительности труда? Ну, во-первых, я говорил о тех, кто занят производительным трудом. А если мы возьмем говорить о производительном труде, то сельскохозяйственный труд – это тоже труд производительный, да? Потому что никаких крестьян, естественно, при социализме нет, их уже при капитализме нет. Есть сельскохозяйственные рабочие. Так вот, что происходило с населением сельских местностей? Они куда перемещались? В город. В город перемещались, совершенно верно. То есть количество работающих на селе уменьшалось. Раз. А что те, кто приезжал в город, они все становились промышленными рабочими или вообще рабочими? Далеко нет. Конечно. К чему приводит рост производительности труда на предприятиях? Это при капитализме, это однозначно. Но, к сожалению, в нашей стране при социализме тоже самое происходило. То есть нет необходимости в том количестве рабочих, которое было до применения в производительных станках, оборудования и так далее. Что происходит? Люди, да, это не в пределах одного поколения, но следующее поколение уже разделяется. Меньше людей идет в рабочие. То есть дети рабочих, они становятся нерабочими. Окей. Кем? Они становятся инженерами. Они становятся художниками. Да. И так далее. Сферу обслуживания. И так далее. То есть расширение непроизводственной сферы шло постоянно. Количество людей там увеличилось. А количество людей сокращалось. Вместо этого что должно происходить? Вместо этого должно сокращаться количество рабочего времени. Раз производительность труда выросла, меньше времени общественного необходимо затратить на производство того же или большего количества товаров, значит, нужно не уменьшать количество работающих в этой сфере, а сокращать им количество часов. И тогда люди в освободившееся время могут заниматься и другими делами в том числе. И не будет такого разрастания непроизводительной сферы. А почему вот так было бы, если бы приняли тогда уже переход на 5-6 часов, 7-7 часов? Почему и сейчас вот этот лозунг сокращения рабочего дня, он стоит на первом месте? Да, пожалуйста. А будут ли они заниматься чем-то там еще полезным при сокращении? Ну, этим вот сами ты должен заниматься. Не, ну кто-то водки будет, может, пить. Ну, для начала, во-первых, нужно создать условия, понимаете, создать человеку условия. Для того, чтобы освобожденное время было свободным, освободное время – это время, которое человек тратит на собственное развитие. Должно быть два, во-первых, должно быть это время высвобождено, а во-вторых, оно должно быть материально обеспечено. То есть, естественно, что само по себе это время не может быть использовано так вот каждым человеком для своего развития. Но для этого пролетарское государство должно создавать соответственные условия. Или все-таки это не условия, а приказания? В каких-то моментах, скажем так, ведь сокращение рабочего времени может происходить в какой форме? Что, да, у вас сохраняется там 8-часовой рабочий день, допустим, ну вот сейчас вот при нынешних обстоятельствах. Но непосредственно в производстве вы работаете 6 часов, а 2 часа вы занимаетесь, допустим, переподготовкой, занимаетесь изучением этого. То есть 2 часа – да, это время вам, это время оплаченное, это время оплаченное, вы не можете уйти с работы, потому что как бы это входит в ваше время. Но фактически вы занимаетесь саморазвитием в это время. То есть, да, прибыль, прибыль, спортом, кружки. Ну, если говорить о государстве, то государство – это всегда, что это такое? Это машина принуждения, значит, в какой-то степени. Принуждение может быть экономическим и внеэкономическим. Но, например, внеэкономическое принуждение – это то, что вы говорите, приказ. Вот вам приказано, вы должны быть. А есть экономическое принуждение? Ну, вы можете уйти с работы и там получите на треть меньше зарплаты. А можете 2 часа еще позаниматься, так сказать, и получить полную зарплату. Пожалуйста, может, такой вариант. Ну, как вариант, например, я не знаю, может, не совсем правильно. Грубо говоря, стипендию, да, стипендию. Ну, вот за эти 2 часа, которые вы проводите на переподготовке, вы получаете не зарплату, а получаете стипендию от государства. Нет, я еще вот то, что хотел сказать, вот как при советской власти. Ну, учеба в школе – это была обязанность, и причем там это контролировали, заставляли. Там это обязательно было. Вот сейчас при гуржуазии, ну, не учится, не учится, в общем, всем-то по большому счету плевать. Хотя есть какие-то вещи? Ну, не совсем так, конечно. Ну, нет, ну, я говорю, что так даже заставляли, не просто так, там советы собирали, там, я не знаю, там было все. Ну, да, детей можно принуждать учиться, так и взрослых тоже можно 2 часа в день принуждать учиться. Да, взрослых тоже, это переподготовка была. Значит, так или иначе, пока есть государство, нет свободы. Когда будет свобода, не будет государства. И можно сказать, что там было. Да. В общем, надо работать с государством. Соответственно, в этом плане советы представляют себе высшую форму демократии, потому что за советами уже никакой демократии нет. Демократия отмирает вместе с государством, как форма государства, государственного принуждения. Жить в обществе и быть свободным от него невозможно, как внутренне. Хочешь, не хочешь, не хочешь, не хочется. Все вопросы мы разобрали? Нет, конечно. Ну, я имею в виду, из тех, которые были предложены для семинара. Есть какие-нибудь вопросы еще? Нет, у меня много вопросов. Ну, давайте один какой-нибудь у нас остался. У нас много времени. Да, у меня все едут. Я говорю. Да, пожалуйста. Советы сейчас на какой платформе могут возникнуть? Вот раньше было понятно, общность класса, да, рабочего. Вот до записи в паспорт. А сейчас где эта общность? Вот очень важный вопрос, потому что советы, они на пустом месте, конечно, возникнуть не могут. И речь идет здесь не о том, что в чем, допустим, упрекают рабочую партию России, что если нет революционной ситуации, то и советам неоткуда взяться. Советы возникают из-за забастовочной борьбы. Что такое забастовка? Что такое забастовка? Что такое забастовка еще? Забастовка – это коллективные действия. Ее можно организовать и провести, когда люди действуют сообща, когда не каждый тянет в свою сторону, не думает о том, что путем сверхурочных выходов в праздничные выходные дни больше заработать и как-то выжить на этом. Когда люди осознают, что только вместе, только совместной борьбой они могут чего-то добиться. Законодательно забастовки разрешены. Есть возможность. Да, это оформление кропотливое, оформление требует соблюдения всех этапов, но тем не менее забастовки могут быть проведены и должны проводиться. И вот если есть забастовки, если есть забастовочные комитеты, вот уже это та общность людей на предприятиях, которая может в дальнейшем способствовать возрождению Советов. Пока этого нет, к сожалению, говорить о возрождении Советов мы не можем. То есть надо начинать с мелких ячеек, да, по три, по пять. Начинать нужно с работы на предприятиях, с организации в профсоюзы, с работой над коллективным договором, с организацией проведением коллективных действий. И уже вот это даст возможность рабочему классу организоваться, начав с борьбы за экономические интересы. Прежде всего требовать сокращения рабочего дня и дальше уже высвободившееся время использовать для самоорганизации, для просвещения и для борьбы за свои политические интересы. Благодарю за внимание. Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. 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 Продолжение следует...